Друзья, привет! Сегодня нахожусь на одном из наших объектов. Хочу сделать вам небольшой отчет. На этом объекте мы сейчас делаем монтаж фиброцементного сайдинга кедрал. Здесь он у нас уже подготовлен частично. На этом объекте мы частично делаем стены, потому что небольшая часть обшита облицовочным кипячом, а небольшая часть будет обшита вот таким вот красивым фиброцементным сайдингом кедрал. Коричневый цвет, C21, фактуру такой под дерево. На этом доме, кстати, мы уже делали кое-какие работы. Мы здесь полностью монтировали стропильную систему, делали гибкую черепицу. Вот изнутри это так смотрится. Сухая строганная доска с 50 на 200. Вот такая вот треугольная ферма, которая у нас состоит частично из LVL-бруса. Все реберные стропилы у нас тоже идут LVL-брус. Вот, собирали стропильную систему на конструкционные саморезы. Вот эта пленка черная, это Delta Max. Смотрится это вот так вот. И мансардное окно. Ну, тут всего в этой крыше у нас три мансардных окна. FAKRO U4 FTP. В принципе, такое неплохое энергоэффективное окно, которое можно купить не под заказ, а которое лежит в наличии на складе у FAKRO. Ну, а речь у нас сегодня про утепление дома из газобетона. Если посмотреть, какие работы мы тут сделали. Значит, вот частично у нас облицовочный кирпич. Здесь вот, где у нас пленка идет, тут пойдет кедрал. С весом мы тоже будем делать кедрал, но уже тоже делаем их, вернее. Не будем делать, а уже делаем C21. Лобовая доска здесь будет закрываться металлом. Матовый полиэстер цвет 8017. Давайте про утепление я вам расскажу немного. Значит, сбоку, там где у нас окно, можно посмотреть, из чего у нас состоит пирог. Значит, у нас идет сухой строганный брусок, который мы делаем горизонтально, устанавливаем, шагом 600 мм. Плита у нас Урсат Тера, минераловатный утеплитель, с шагом, ой, с шагом, шириной 610 мм. То есть, один сантиметр у нас идет на запас, для того, чтобы он с натяжкой заходил в каркас, и не было никаких зазоров. Если у нас, как здесь, есть оконный или дверной проем, вот такое большое окно, то мы утеплитель заводим на раму окна. Вот у нас монтажная пена. Мы заводим так, чтобы эта монтажная пена перекрывалась, чтобы улучшить энергоэффективность вот этого узла. И гидроизоляционную пленку мы приклеиваем специальным клеем, для того, чтобы вот это место у нас было так, ну, как максимально герметичным, для того, чтобы у нас здесь был воздухоизоляционный такой контур. Дальше на утеплитель мы используем правильную пленку, диффузионная мембрана трехслойная, дельтаная ОВН, в данном случае у нас. Она паропроницаемая. У нас, если посмотреть на конструкцию, здесь идет газобетон, который тоже паропроницаемый. Пар, который образуется в помещении, он проходит через стены, попадает в утеплитель частично. Через эту пленку, так как она паропроницаемая, он выходит. Здесь у нас вентилируемый зазор, который все это дело сушит. Вот, то есть, вентилируемый зазор помогает, когда идет тяга воздуха, вытаскивает практически все пары, которые есть в утеплителе, вытаскивать его из утеплителя, для того, чтобы у нас максимально был сухой. Потому что утеплитель держит тепло за счет воздуха, который там неподвижный. Если там будет не воздух, а вода, то он уже будет не такой энергоэффективный. Здесь вот у нас идет сухая строганная доска под кедрал. Обрешетку мы прикручиваем специальным саморезом. Вот так это смотрится вблизи. Дистанционный шруб. Вот я для вас специально один подготовил. Кто не видел, я уже его показывал несколько раз. Это супер крутое решение для быстрого выравнивания. Для быстрого и качественного выравнивания. Видите, у него вот эта вот насечка. За счет вот этой насечки, когда мы его закручиваем, она впивается, как ершик, в эту доску. И, соответственно, мы его закрутили до конца. Потом выкручиваем, он вытягивается. Вот по нитке у нас все это уйдет. Сейчас наш монтажник Джордж покажет вам, как это делается. Если его откручивать, видите, доска у нас отходит. Вот. Таким образом можно быстро и качественно монтировать, выравнивать обрешетку. Такие саморезы позволяют намного быстрее, в разы быстрее выравнивать обрешетку. То есть рекомендую всем. Самое главное, что это качественное решение. Конкретно этот саморез у нас 6 на 100. 6 мм толщина, 100 мм длина. Если вы хотите сделать такую максимально энергоэффективную конструкцию, я рекомендую вам проклеивать стыки, пленки, для того, чтобы воздух, который у нас ходит по вентилированному зазору, не попадал в утеплитель. У нас в утеплителе воздух неподвижный. Это вот максимально правильно. Если у нас, условно, есть стык и есть стык пленки, и воздух будет попадать в этот стык, то будет небольшое движение воздуха, и этот утеплитель будет, скажем так, простыми словами, менее энергоэффективным. Потому что максимально качественный утеплитель, если он полностью герметично закрыт со всех сторон специальной пленкой. Вот так это выглядит. Еще раз давайте я вам покажу кедрал. Вот такой вот у нас кедрал, красивый. С21. С фактурой дерева. Пиломатериал у нас сухие строганые доски. 100 на 20, сухой строганный брусок. Вот такое здесь вот большое окно. В целом, так вот, небольшой обзорчик в двух словах про утепление дома из газобетона. Все, всем пока.